Депутат Ульяновской городской думы 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 Вопросы как-то более стабильны, сумели себя более, будем так говорить, сохранить. Это колоссальный плюс. Там работает на сегодняшний день заместитель в лице Баранова, который отрабатывает вопросы отрасли. Я считаю своей задачей, конечно, объединив усилия совместных двух ведомств и здравоохранения, и социальной защиты, все-таки сделать акцент, конечно, на здравоохранение. То, чего мне близко, то, чего я знаю, ну, то, что необходимо на сегодняшний день. То есть разъединять эти две отрасли не будут, то есть они как бы дополняются, видимо, друг друга. На сегодняшний день, вы знаете, никогда не говори никогда. То есть мы понимаем, что на сегодняшний день реалии жизни таковы, что сегодня это объединенное министерство, загадывать не будем. Но, по крайней мере, сегодня действительно очень эта структура большая. Я бы больше сказал, практически 50% бюджета Ульянской области, который находится в недрах, ну, с учетом всего. Это и социальных проектов, и заработной платы, и всех больших проработок. Но есть то, что есть. Я считаю, что мы должны из этого извлекать максимальную выгоду для людей. Когда люди могут получать в одном министерстве и медицинскую помощь, и социальную поддержку, защиту. Очень часто они взаимно связаны, и они из друг друга вытекают. То есть давайте искать максимальную пользу для людей в данном объединении. Ну, я так поняла, будут и кадровые перестановки. Вы знаете, я человек не склонен к тому, чтобы делать резкие движения. Вот для себя я понял одно, что вначале, конечно, провести консультации с нашими ветеранами. Проговорить с наиболее авторитетными людьми. Конечно, прислушаться к их мнению. Но и все-таки это кадровые перестановки, они будут включаться только в одно. Подчеркиваю, это усиление всех, без исключения служб. Это усилить те направления, по которым у нас сегодня сложились наиболее проблемы. Это обозначены были приездом комиссии в лице Яковлевой, заместителя министра здравоохранения. Это и проблемы онкологии, проблем с сердечно-сосудистой заболеваний. Это проблемы младенческой, материнской смертности. Это дорожный травматизм. Надо понимать, что мы можем повлиять на эти показатели. У нас все для этого есть. Действительно, надо более отработать, наверное, тут хорошую логистику. Отработать на местах с первичным звеном. То есть и это надо усилить. Нужны люди, которые реально будут уметь выставлять и задачи, ставить проблемы совместно, решать, помогать людям на местах. Вот на это я считаю необходим, как руководителю, свой сделать основной акцент. Помочь в организации работы на местах во всех подразделениях. И в городах Ульяновской области, и в районах особенно. Ну, вы еще до сих пор возглавляете детскую городскую клиническую больницу города Ульяновска. Это такая огромная структура. Она объединяет 8 поликлиник, 2 стационара, 2, подскажите мне, фунта врача общей практики. То есть много всего такая сложная. И вы как раз и сделали вот это, совершилось объединение этих всех поликлиник. Благодаря вам, я думаю, все-таки вы усилия прикладывали достаточно большие. И сейчас как работает вот эта вот структура? Сразу подчеркну, 2 года назад, когда мы шли к этому объединению, сама жизнь толкала нас, в буквальном смысле толкала нас на это объединение. Мы имели мелкие поликлиники с серьезнейшими кадровыми проблемами, с финансовыми проблемами. Мы имели крупные стационары, у которых были долги, достигавшие 20 миллионов рублей. Мы имели большие поликлиники, которые были финансово успешны, в частности, которые руководил ядовое объединение. И понимание было одно. Только объединение, разумное причем, подчеркну, объединение, не какой-то колосс на глиняных ногах, а именно разумное объединение всех резерв кадровых, финансовых, организационных, позволило, я думаю, я даже не думаю, я это вижу, пациенты об этом говорят. Это самое главное. О том, что мы значительно улучшили медицинскую помощь нашим детям. Мы убрали административные барьеры, мы вывели лишних, не побоюсь этого слова, административного звена. Часть бухгалтеров, экономической службы, кадровой службы, службы АХЧ, создали единую службу, которая эффективно работает. Причем, подчеркну, что все люди, которые были сокращены, согласны к ЗОТУ, соответствующим выплатам, они все трудоустроены в дальнейшем. И это все позволило нам, мобилизовав все наши усилия, сделать так, что на сегодняшний день у нас работает 1300 сотрудников, не 8, уже 9 поликлиник. Мы за этот период, за два года, казалось бы, не самый простой экономический период для нашей страны, открыть два новых подразделения, ввести новые стандарты во всех поликлиниках. Если решить, я их перечислю, они очень большие. Мы сделали так, что мы проводим ремонтные работы во всех подразделениях. Но и самое главное, мы сняли проблему доступности. Это касается и узких специалистов, это касается и пароклиники. Конечно, еще есть вопросы. Конечно, необходимы дополнительные кадры. Но это процесс бесконечный, он никогда не остановится. Люди уходят в декрет, люди уходят на заслуженный отдых. Мы должны постоянно понимать это, что должно быть дополнение, пополнение молодыми кадрами, что и происходит. Мы сумели создать достойные условия и по заработной плате, и по условиям труда для наших врачей и медсестер. И на сегодняшний день мы приходим к отметке практически 100% комплектации по кадровому составу. Ну а самое главное, это отзывы наших пациентов маленьких, которые не боятся идти в поликлинику. Мы стремимся, и мы уже практически минимизировали очереди, сделали так, чтобы все-таки медицинская помощь была максимально доступной, подчеркиваю, качественной и бесплатной. Сегодня взяты обязательства в части 100% лекарственного обеспечения стационаров, круглосуточных, дневных, обеспечения питанием, лекарственными препаратами, расходными препаратами. Полное обследование 100%, причем договора заключены с крупными лечебночереждениями, другими, более мощными, с той же областной, взрослой детской больницей, с частными центрами. То, чего нет у нас. Соответственно, КТ, МРТ, мы все это проводим бесплатно для наших пациентов по назначению наших врачей. Ну, вы сказали, что укомплектованность уже почти на 100% в кадре, да? Ну, подчеркнув, что этот процесс не останавливается. А все-таки каких специалистов все-таки не хватает? На сегодняшний день, я все-таки делаю акцент, мы являемся все-таки больницей первичного звена. У нас на сегодняшний день уже приближает цифра к 100 педиатрам. На сегодняшний день не хватает участковых врачей, поэтому каждый педиатр важен для нас. Мы активно работаем в этом направлении. Это и заработная плата, это оснащение врача необходимым оборудованием, это и автомобильный транспорт, чтобы отдаленно районы обслуживались. Это первое, на что мы сейчас ставим, будем так акцентировать нашу кадровую работу. Я считаю, во главе угла все-таки должен стоять участковый терапевт и педиатр. Это то, на чем строительное все основное здравоохранение. Были глубочайшие уважения, стационар и всех остальных служб. Это часть узких специалистов, которые мы бы пригласили. Это эндокринолог, кардиолог, невропатолог. По другим специалистам проблема решена. Хирурги, ортопеды, УЗИ, рентгенологи. Снято, мы пригласили, они успешно работают. Это очень здорово. А вот тех специалистов, которых не хватает, вы тоже будете приглашать? Или на базе ОЛГУ, Медфака нашего появится? А здесь работа ведется в нескольких направлениях. Подчеркну, вплоть до того, что мы заключили договора даже с так называемыми духантерами, с агентством, которые, если они действительно найдут и на работу устроятся достойный человек, получат вознаграждение. Мы готовы к этому за счет средств платных услуг. Надо использовать все средства, разумные, законные, чтобы привлечь молодых специалистов из других регионов. И, кстати, приезжают. Приезжают и из Татарии, приезжают и из Самары. То есть и это есть. Мы умеем создавать условия. Конечно, это акцент на наш родной университет. То есть это и уже целевики, которые приходят уже 6 лет, с кем мы заключали договора так называемые. Это и поддержка в части выплаты стипендий. У нас есть уже несколько ребят, которые, мы видим, учатся на хорошо и отлично. И мы им поддерживаем в части доплат и частичной оплаты платного обучения. То есть мы закрепляем кадр. И таким способом, за счет средств небюджета, понимаем, что данную категорию молодежи должна быть поддержана. У них есть четкое понимание, что они получат зарплату достойную для нашего региона. Это минимально от 25 до 50 тысяч, я это подчеркиваю. Это оплата съемного жилья, участие в ипотеке. Но уж об обязательных медицинских составляющих, спецодежда, оборудование, это даже не обсуждается вопрос. Выезды для обучения в другие регионы мы также берем на себя. Мы понимаем, что человек должен расти, ему это интересно. Люди это видят, и они приходят. Когда они видят, что элемент социальной защищенности и достойной заработной платы, что на сегодня очень важно, они приходят на работу. Но скоро вы будете назначены министром, и вы уже определились с вашим преемником в детской городской клинической больнице? Вы знаете, я бы оценил работу каждого руководителя по тому, какую команду он создал, даже в короткий срок. Почему я об этом говорю? Потому что за моей спиной стояла и стоит моя команда, которая на сегодняшний день вся сохранена. Причем очень приятно, даже из этой команды можно рассмотреть людей, которые могут расти дальше, вплоть до министерства. Приятно, что в каждой поликлинике есть заведующая, старшая сестра, есть заместители, которые работают. На сегодняшний день исполнение обязанности будет возложено на замглавного врача в поликлинической работе, и она будет вести стационар. Я подчеркиваю, что такая крупная больница в любом случае будет под моим личным контролем. Но сразу еще раз подчеркну, команда, по которой есть четкое понимание, что она будет абсолютно успешно справляться с задачами, которые перед ней стоят. А именно, это выполнение всех тех показателей индикативных, которые должны быть. Потому что за эти индикативные показатели стоит здоровье наших детишек. Это кадры, которые должны постоянно приходить и обновляться. Это бесконечный процесс, я уже об этом говорил. Это, конечно, материально-техническая база, это ремонтные работы, новое оборудование, это развитие структуры. Наверное, уже еще и дополнительные структурные подразделения. Казалось бы, потому что за связью мы вроде бы заоткрыли два новых подразделения, сняли проблему. Растут новые микрорайоны, та же новая жизнь. Мы понимаем, что медицинскую помощь надо приближать. В дальнейшем, я думаю, и там появятся подразделения, так необходимые нашим детям. Рашид Акрамович, вот уже лето наступил, уже второй день лета. На что надо обратить внимание в летний период? Вот такой совет может дадить нашим ульянам. Для нас летний период, вы знаете, не период отдыха, я это подчеркну. Если с этого начнем, у нас начинаются оздоровительные компании, если так ее назвать можно. Это наши загородные лагеря, которые мы обслуживаем, по крайней мере, по нашей больнице. Это пять загородных лагерей, это четыре смены, это врачи, фельдшера, которые будут туда выезжать. Мы курируем, контролируем работу, мы требуем обязательного соблюдения безопасности для наших детей. Это и обработка лесов, это и охрана, видеонаблюдение, питание. Ну, там весь комплекс. Это пришкольные лагеря, которые также обслуживают наши фельдшера и врачи. Это при детских домах творчество, соответственно, тоже лагеря. В предневных стационарах нашей больницы идет активное оздоровление. То есть мы лет максимально используем, чтобы детей оздоровить. Поэтому я к чему это говорю, что, конечно, дети должны быть побольше на свежем воздухе. Дай Бог, чтобы была хорошая погода, дети должны отдохнуть, дети должны оздоровиться. Для этого делать все максимально. Медицинские работники готовы к тому, чтобы оказать содействие и помощь в выздоровлении наших детишек. Во всех формах, которые на сегодняшний день есть в Ульяновской области. Но пожелание одно, конечно, быть осторожным. Конечно, в части того же ключевого энцефалита. Походы, выезды, даже в загородные парки, они должны быть всегда с осторожностью, обязательно осмотр и контроль за наличием того или иного насекомого. Конечно, это детский дорожный травматизм, надо быть осторожным. К сожалению, возрастает число травм, детишек, дети отдыхают, дети немножко себе представлены. Конечно, это осторожность, это купание водоема, хотя трагичные случаи, они должны быть сведены к минимуму быть. Во многом, конечно, это и беседы с родителями, но дети должны быть всегда под присмотром. Ни один ребенок не должен быть, оставаться без наблюдения. Конечно, всегда беспокоят. Мы массово сейчас расклеили везде листовки. Мы провели беседы во всех школах, детских садах, и там также висят листовки. Это трагедия падения детей из окон, когда они опираются на псевдомоскитные сетки и выпадают. То есть, вот это, наверное, на этом заакцентировало внимание, в том, чтобы все-таки мы вместе с родителями берегли детей. Понимание есть, люди все это знают, но вот как-то мы упускаем вот эти вещи, и, к сожалению, видим эту часть трагических случаев. А так, конечно, это период лета, когда мы желаем всем нашим, ну и детям, конечно, и взрослым, набраться сил, отдохнуть, действительно, и уже вспоминать лето с хорошей улыбкой. Спасибо, Рашид Акрамович. Я думаю, это был не последний Ваш визит в нашу студию, а эти встречи будут частыми. Спасибо, до новых встреч. Спасибо Вам.